Умеет ли петь Сергей Сокол? Вот главный вопрос, который волнует полтора человека в интернете. Потому что все нормальные и адекватные люди понимают, что это дичь! Но! Есть видео, которые ходят в интернете, на их последних концертов, где я пел не так хорошо, как могло бы быть, наверное. Сейчас посмотрим. Я прислал себе сам одно видео, точнее мне прислал барабанщик его наш посмотреть, Фред гитарист нас смотрит. И, собственно говоря, мы сейчас послушаем, как это было и что это было. Давайте сначала послушаем, потом все комментарии, потом тесты с гитарой. Будет очень интересно! Поехали! Умеет ли Сергей Сокол скримить с 4.30? Сейчас посмотрим. Спасибо, знатыш! Ну, как бы это не скримить, это, наверное, как-то миксить или как это правильно называется. Но если бы его очень мощно затюнить, чтобы он попал в все ноты, ну, будет слушабельный, обычный будет металличек. Но учитывая, что он просто никуда не попал туда, получается, печаль возникает. Так, ну что, господа мои хорошие, скажу так, моя реакция какая будет на это? Конечно же, это было всрато и слушать это совершенно невозможно. Да, это было ужасно. И Фред, к чести Фреда, можно сказать, что он, ну, достаточно мягко выразился и мог вообще меня засрать. Но, видимо, из-за какого-то, я не знаю, уважения он максимально по-доброму это сделал. Я бы прям пожёстче сказал, но спасибо, Юра, тебе большое. Значит, объясняю, что происходит. Я поехал в тур, в этот, из пяти городов, который состоял впервые в жизни с ушными мониторами. И, собственно говоря, для меня это какая-то магия непонятная была. То есть я всегда видел, что известные дядьки во всем мире вот эти заливные уши себе вставляют и поют прекрасно, всё замечательно. Сделал я себе такие же заливные уши, сходил мне, делали слепок. Всё вот это вот сделали, прекрасно. Время у нас так ещё есть, ещё есть красный. Собственно говоря, заказал эти наушники, всё, дорогие наушники, хорошие наушники, всё прекрасно. Дорогая вот эта вот сенхайзеровская у меня база, которая передаёт, собственно, звук мне в уши с пульта. Что я сделал не так? Конечно же, в этом деле я полный профан, я думал, я воткну в уши и будет мне прекраснее всё слышно. Самая главная проблема косяков на сцене, это, конечно же, когда ты не слышишь себя и музыку. Вот эти два параметра одновременно нужно вокалисту, чтобы хорошо воспроизводить точные ноты. Потому что гитарист, у него есть аккорды. Если он не слышит, что он играет, он может не услышать, что гитара расстроена, но он всегда будет ставить одни и те же постановкой пальцев, он будет созвучая нот, определённый аккорд давать, да, и определённую гармонию давать, там не ошибёшься. А вокалист, здесь у него всё невидимое, да, он может думать, что он поёт в ноты, на самом деле он не в ноты поёт, даже вот очень характерен в конце был вот этот вот затяг на высоких нотах, да, там в конце второго припева «Бессмертного металла», где я пою мимо нот, но я пою ровно, и потом поднимаюсь, и всё равно это мимо нот, но оно как бы, если его сдвинуть вверх, да, оно попадает. Потому что тебе, мне кажется, что я пою, попадаю, на самом деле ни хрена не попадаю. Это очень большая беда. В чём прикол? Я съездил, послушал записи, которые мне начали присылать от фанатов, которые ходили на наш концерт, снимали на смартфоны, и это действительно была какая-то катастрофа, потому что я в ужасе был. Я пел до ушных мониторингов где-то хорошо, где-то с косяками, ну, в зависимости от аппарата, да, и того, как себя слышал. Но, тем не менее, этот раз, этот тур с ушными мониторами, он был хуже всего, что я пел до этого, и я понять не могу, должно быть лучше, как бы, да? А стало хуже, стало всрато. И это что-то с чем-то. Понятно, что тролли и злые языки, они вырезают там прям вообще самые всратые моменты и присылают именно их. Понятно, что я не весь концерт так пел, но много-много мест, где на концерте я пел всрато. Потому что раз я здесь себя не слышал, собственно говоря, и в других местах наверняка много где пою мимо. Что я сделал не так? Я не понимал, что я сделал не так. Я сразу же после этого приехал к Петру Илфимову на дом, да? Нет, конечно, по интернету связался с Петром Илфимовым, с прекрасным вокалистом, знатоком всех этих вокальных штучек. Я говорю, петь, как так? Петь! До ушных мониторингов стал... Пел лучше, а после ушного мониторинга стал хуже петь. Ты что заводишь себе в уши? Потому что можно по-разному там... То, что хочешь, тебе тот звукарий напихает в уши. И там бороться с этим как хочешь. Ну вот, что заказал, тебе то и дали. Я говорю, как правильно? Что нужно здесь звучать, чтобы все слышать? Я ни хрена не слышал. Что в ушах, что без ушей, только в ушах хуже еще. Он говорит, так это все в записи. Живого звука, разве что гитарки чуть-чуть, говорит, я прибавляю, которые музыканты играют через пульт. Мне это чуть-чуть идет. Все остальное у меня в подложке, в записи. То есть, для чего барабанщик сидит в метроном, играет в ушах, да? Он и играет это, чтобы было все ровно. Во-первых, в метроном. Во-вторых, подкладка клавиш, которые обычно у групп, когда клавиши живые, редко с кем выступают. Клавиши звучат в подкладке. У Кипелова звучат клавиши в подкладке. Бэки звучат в Кипелова в подкладке. У многих музыкантов. У нас тоже звучат клавиши в подкладке. И чтобы эти клавиши звучали в нужном месте, естественно, нельзя просто от барабана их включить, и они просто никуда не попадут. Поэтому барабанщику в уши заводят клавиши, метроном, да, там, и все, что надо. Но это все дело четко. И барабанщик четко под это должен играть. Если кто-то сбился, барабанщик сбился, то клавиши будут звучать мимо других гармоний, которые играют вживую, и все будет плохо. Так вот, у Петра Илфимова все, весь инструментарий, который звучит у него в ушах, он весь прописан на студии. Ну, как на домашней студии, без разницы. Главное, ровно там бас, там гитары, клавиши, все. У него звучит в ушах в записи, и это звучит выверенно и четко. Поэтому уши заливные отделяют звук вот этот грохочущий от на сцене, который происходит, и в уши ему подают удобный, чистый, выверенный студийный звук, ровненький, без примеси вот этого на сцене, то, что происходит, да? Что сделал я? Я, конечно, сделал все не так. У меня, конечно же, в клавиши шли от барабанщика, но, помимо этого, у меня шел барабанщика хэт, бочка и рабочий. Три микрофона с барабанщика, и еще два бэк-вокала я включал. Давайте мне, говорят, вот этих ребят, Вову и Саню, которые бэк-вокал поют у нас сейчас, они мне в уши тоже. И то есть, получается, пять микрофонов, которые были в зале в этот момент, они все нагребали мне в уши, звук вот этого зала, который вот этот, он мне туда подавался еще больше, чем с ушами. Поэтому иногда ухо снимал, но все равно понять ничего не мог. Потому что отстраивали звук изначально под мониторы, и в мониторах вокал вообще практически убирали везде, потому что он же у меня сейчас здесь, я же сейчас с мониторами, сейчас крутой чувак. Дикая, нелепая такая ситуация, поэтому все вот это надо прописывать. У нас многое не прописано. Сейчас будем думать, как это делать, потому что Петр говорит, иначе не спеть нормально, потому что из-за этого гула никуда не попасть, непонятно, куда петь. Простите, его величество, трюшечка пошла. Поэтому появляются вот эти вот записи, которые, типа, не умеешь петь, да? Давайте сейчас приступим к записям с гитарой, я вам протестирую, покажу, какая разница. Все равно это будет не конкретный тест, потому что в ушах звук водопада, который я буду делать после, он все равно, ну, не настолько звук вот этот, грохочущий, непонятно, отраженный от стен звук барабанов, гитары, баса, вот этих низких вот этих порталов, которые идут в зал, именно накачивают низами, чтоб народ колбасило. Там порой вообще не слышно из-за низов ничего, даже без ушного мониторинга, просто на сцене. Хотя у тебя эти штуки отвернутые, которые низкие, идут в зал. Перейдем к тестам, и потом продолжим. Казалось мне, что знаю все я о жизни людей, Хотя, увы, не видел ты сам жизни своей, И не понял, что иду лишь в пустоту, И не найду радость в этом аду. Даже если грешник или циник Свою жизнь наполнит злом, Сможет изменить свой путь хоть на чуть-чуть, Но лишь добром. Ну вот, собственно, так это звучит. Сейчас мы подключаем к нашей голове, подключаем к голове, встыкаем в уши наушники, в которых будет звучать звук водопада. Просто звук водопада. Там не будет никаких нот, на которых я мог бы там сфальшивить и отвлечь. То есть это просто будет такой ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Одеваем наушники Включаем звук водопада погромче Казалось мне, что знаю все я о жизни людей Хотя, увы, не видел ты сам жизни своей И не понял, что иду лишь в пустоту И не найду радость в этом аду Даже если грешник или циник свою жизнь наполнит злом Сможет изменить свой путь хоть на чуть-чуть, но лишь добром Ну что, господа, тесты закончились Все, у кого есть хоть немножко соображалка Понятно, что даже без этих тестов Уровень вокала, уровень записи альбомов моих четырех Которые есть в интернете Но видно, что это не Ольга Бузова Что там не натюнить такой вокал Чтобы он звучал вот так именно Ну кто разбирается немножко в вокале Он понимает, что нельзя так оттюнить вокал Слишком это хорошо звучит Чтобы из какой-то вороны или козы кричащей Да, там, нарулить вокал И чтобы он был как хэви-метал вокал в альбоме Ну это понимают все люди нормальные Но те люди, которые увидели это И типа могли задуматься Может быть, ну Может быть, лень кому-то думать Или еще что-то Ну, наверное, не умеют он петь Раз он вот так херово спел Ну вот, собственно говоря, большая разница Между звуком, который ты слышишь нормально И поешь под этого, как я вам сейчас исполнил То есть, ну Если это плохо То я не знаю уже, что вам больше предложить Но понятно, что это спето более-менее на уровне Приятным вокалом И я специально не стал включать вам Через микрофон, через мой проводить Писать гитару там как-то отдельно Все записано с камеры, с микрофона Никаких эффектов, ничего нет Потому что, если бы я что-то тюнил потом То и гитара, которая играет одновременно с вокалом Если все это дело пишется с одного микрофона То если бы я подтюнил вокал в программе После того, как уже записал ролик И перед тем, как его вам показать То у меня бы подтюнилась и гитара То есть, было бы слышно, что гитара расстроена А так, когда я пел, все гармонично сочетается Поэтому, вот такой небольшой тест Друзья мои, я вам продемонстрировал Что не все так однозначно Как порой кажется вам в интернете Когда вам вырезают один кусочек И вы посмотрите, всрато поет Ну да, тут всрато поет Слушай, невозможно Отвратительно Я сам бы засрал бы И, собственно говоря, и делаю это сейчас Я спел в этом куске Просто омерзительно Это ни в какие ворот не лезет Но условия, условия, в которые ты попадаешь Особенно вокалист Это достаточно комфортная среда должна быть Чтобы ты нормально пел Конечно же, есть люди, которые уникальны И имеют там какой-то супер музыкальный слух У которых 10 музык разных включи Они будут спокойно стоять и петь свою вокальную линию Которую запомнили и не ошибутся ни в ноте Ну да, там, может на скрипку кто хоть с идеальным слухом берет Я не знаю, может такие люди есть И по памяти могут какую-то ноту петь Вот даже есть люди, которые очень часто там Ты ноту какую-то нажимаешь на клавишу И они такие Это ли а там или фа Я так не умею Я говорю сразу Но когда ты слышишь гармонию Ты поешь прекрасно И человек, который поет уже 15 лет Ну как бы вообще разговаривает о том, что умеет, не умеет петь Это немножко странно Пишите в комментариях под этим видео Хотите ли вот эту песню, кусочек Которую я исполнил из фильма «В духе Рождества» С Уиллом Феррелом и Дэпулом Очень классный Кстати, классный фильм Очень классные песни Кто хочет эту песню Welcome Ставим лайки под этим роликом Пишем комментарии, конечно же, свои Читаю все Люблю, целую Ваш истинный маг Да пребудь с вами Сила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексеем Дубровскому! Продолжение следует...